Невербалика – это информация, принимаемая в общении и взаимодействии по нерещевым каналам. В первую очередь невербалика – это язык тела, жесты, интонация, мимика, выражение глаз и лица. К невербалике относятся и информацию, которую люди передают друг другу не телом, а другими подручными средствами. В этом видео будет разобрано два интервью, которые в какой-то степени очень похожи друг на друга, в концовке которых в обоих случаях космонавту будет задан вопрос о плоской Земле. Первое – это интервью космонавта Александра Лазуткина. А второе интервью – это знаменитое и, наверное, уже легендарное интервью советского космонавта Мирослава Гермашевского, где он публично признается, что Земля плоская. Но давайте по порядку. Автор ютуб-канала Андрей Зайкин взял интервью у космонавта Александра Лазуткина. И это интервью было бы обычным в ряду многих подобных, если бы не вопрос, заданный в конце этого интервью. Как сам Андрей Зайкин и предвосхитил этот вопрос, он сказал, что это самый главный вопрос, который он и задал космонавту Александру Лазуткину. Но перед тем, как мы начнем этот интереснейший разбор, необходимо сказать пару слов. Нужно понимать весь бэкграунд и подоплеку, динамику этого интервью, включительно до того самого главного вопроса, который задал Андрей Зайкин. Александр Лазуткин на протяжении большей части интервью, он пребывал в прекрасном расположении духа. Он улыбался, шутил, в общем, замечательно так проводил время. Можно даже сказать, он получал удовольствие от самого процесса. Но в тот самый момент, когда Андрей Зайкин задал этот вопрос, все кардинально поменялось. Настроение космонавта резко изменилось. Страх, дрожание губ, запинки, стресс и какое-то прям даже космическое уныние настигло лицо Александра. На него просто больно смотреть в этот момент. Но что же случилось? Ведь космонавтов же и раньше спрашивали. Задавали вопросы по плоской Земле. И они как-то с грехом пополам, но справлялись. Да, но, как правило, это происходило в более контролируемой ситуации. Тогда, когда космонавты были осведомлены, что им будут задавать подобные вопросы, на которые у них были уже заготовлены заранее написанные ответы. А тут же ситуация совершенно иная. Вопросы ему задает блогер, который пригласил космонавта на свою территорию. И думаю, очевидно, что Александр Лазуткин не был осведомлен перед этим интервью. Какие конкретно вопросы ему будут задаваться. В этом мы увидимся далее, как раз по его реакции. Автор YouTube-канала Андрей Зайкин почти в самом конце интервью задает этот вопрос, называя его самым главным. Александр Иванович, вопрос самый главный, наверное. Ура, дошли до самого главного. До самого главного. Она же плоская, Земля, Александр Иванович. Ведь я прав. Вы же сказали, что вот вы... И заметьте, этот вопрос начинается не совсем как вопрос. Он говорит, она же плоская, Земля. И указывая при этом пальцем на глобус. И еще добавляет, ведь я прав. Ура, дошли до самого главного. До самого главного. Она же плоская, Земля, Александр Иванович. Ведь я прав. Ведь я прав. Ведь я прав. Эти слова, она же плоская Земля, вначале звучат не как вопрос, но как утверждение. Именно этот момент и стал решающим. В этом психологическом ударе, который принял на себя этот космонавт. То есть, Александр Лазуткин понял, что Андрей Зайкин прекрасно в курсе всего этого космического обмана. То есть, они оба были в курсе того, что Земля не шарообразна. Но просто каждый играл свою роль, как в театре. А добавление, я же прав, это уже конкретный вопрос. Своего рода добивание. Да, потом Андрей Зайкин пытается выкрутиться из этого неудобного положения. И преподнести это, как уже лишь шуточный вопрос. Но, тем не менее, долгожданный эффект состоялся. И за это браво Андрею Зайкину. Это было виртуозно, восхитительно. Вы посмотрите на физиономию космонавта Александра Лазуткина. В момент, когда Андрей Зайкин утвердительно заявляет, что Земля же плоская. Как кардинально меняется настроение и выражение лица космонавта Александра Лазуткина. Это сбивает его с толку. Это не то, что ожидал услышать космонавт. Еще раз, до этого вопроса интервью для Лазуткина шло просто прекрасно. Ему задавали вопросы, в которых он чувствовал себя абсолютно комфортно. Как рыба в воде. Как было уже сказано, он смеялся, шутил. У него было прекрасное настроение. До того самого момента, когда ему был задан этот вопрос стереотверждение. А Земля-то плоская. Спросил Андрей Зайкин. Этот вопрос стереотверждения заставил космонавта спуститься с фантастического космоса на нашу грешную плоскую Землю. Если бы вопрос был задан немного иначе, без этого утверждения в начале, то, возможно, Лазуткин не поплыл бы так сильно. Тут мы можем наблюдать всю боль космонавта Александра Лазуткина. То, как мучает его совесть. Потому что жить с осознанием того, что ты лжец, со звездой Героя России, это, да, ноша весьма тяжелая. И все это, все его муки душевные. Все это видно на его лице. Как улыбка моментально сходит с его рта, и взгляд его совершенно меняется. На мгновение его взгляд становится искренним. Совесть в этот момент грядет его на пике возможного. И просит его, кричит ему, чтобы с его души была снята эта непосильная ноша, которая уничтожает его изнутри. Человек так запрограммирован, что его реакция на ложь всегда негативна, даже если это его собственная ложь. Не бывает так, чтобы человек врал, оставаясь при этом совершенно спокойным. Вспомним поговорки. Врет и глазом не моргнет. Врет и не краснеет. Если человек часто моргает, то он лжет. Правило номер восемнадцать. Подсознание всегда против лжи. Даже опытный обманщик не сможет контролировать свое подсознание. Оно, как правило, выдает неправду. Поэтому вам нужно быть предельно внимательными к микросигналам подсознания. Известная уловка опытных лжецов. Для того, чтобы выдержать взгляд собеседника, нужно активно, чаще чем это требует простые физиологические потребности, моргать. Так можно выдержать сколь угодно долгий и пристальный взгляд. Даже если ваша совесть не очень чиста. Будьте внимательны по отношению к таким активным морганиям. Оксана Сергеева. Язык жестов. Моргание глаз и трепет век. Не моргнул глазом, не сел в тюрьму. Прищуривать глаза, опускать веки или прикрывать глаза ладонью. Все эти действия вызваны желанием избавить мозг от необходимости видеть нежелательные образы и выразить свое неуважение к другим людям. Глаза моргают чаще, если мы возбуждены, нервничаем или беспокоимся. А когда мы расслабляемся, то моргание приходит в норму. Многократное ощущение моргания глаз может выражать состояние внутренней борьбы. Например, если кто-то говорит нам что-то неприятное, то нашей реакцией может стать так называемый трепет век. Когда они совершают многократные движения в быстром темпе и не прикрывают глаза полностью. Как бы трепещут. Такое же поведение век наблюдается, когда нам трудно выразить свою точку зрения в разговоре. А трепет век это типичный признак трудностей, связанных с выполнением каких-то заданий, либо с передачей или получением информации. Возможно, британский актер Хью Грант чаще и лучше других актеров использует трепет век, когда нужно показать, что его герой сбит с толку. Смущен, озадачен или оказывается в каком-нибудь другом трудном положении. Человека, который часто моргает, явно что-то беспокоит. Этот невербальный сигнал очень точен. И у некоторых людей эта реакция возникает сразу, как только поднимается трудный вопрос. Например, если веки начинают трепетать во время беседы, то это может означать, что она принимает неприятный оборот. И настала пора сменить тему. Внезапное появление этого невербального сигнала имеет очень большое значение. И если вы хотите, чтобы ваши гости чувствовали себя комфортно, то его ни в коем случае нельзя игнорировать. Я следил за тем, как часто моргал президент Билл Клинтон, когда давал показания под присягой. И заметил, что под воздействием стресса частота моргания возросла у него в пять раз. Невзирая на соблазн, я не решаюсь навешивать на человека ярлык лжеца только потому, что он слишком часто моргает. Поскольку частоту моргания может повысить любой стресс, включая необходимость отвечать на неудобные вопросы перед широкой аудиторией. Когда нам не нравится то, что мы слышим, будь то вопрос или ответ, то часто закрываем глаза, чтобы как бы заблокировать услышанное. Эти блокирующие движения выполняются подсознательно, и их можно наблюдать довольно часто, особенно во время официальных допросов и, как правило, при упоминании какой-то конкретной темы. Кроме того, в случаях, когда затронутая тема вызывает дистресс, реакцией на это может стать частое моргание и трепет век. Дистресс – вторая форма стресса, истощает нервную систему и разрушает организм. В стрессовой ситуации губы начинают поджиматься и как бы исчезать. Марвин Карлинс, Джон Авара, я вижу, о чем вы думаете. Они казались смелыми и бесстрашными, но по невербальным сигналам, по тому, как подрагивали их губы, как тускло блестели их глаза, близки догадывались об их истинном состоянии. Правило номер девятнадцать. Держите зрительный контакт. Вы всегда сможете определить, искренне ли с вами ваш собеседник, если будете смотреть ему прямо в глаза. Если ваш собеседник прячет глаза – это первый признак того, что в его словах кроется неправда. Оксана Сергеева. Язык жестов. Далее космонавт Александр Лазуткин прикрывает глаза. Прищуренный взгляд отражает напряженное внимание. Закрывает же глаза во время разговора обычно для тщательного обдумывания или таким образом выражает согласие, понимание. Часто моргает в случаях неуверенности, затруднения и нервозности. А прикрытие глаз дольше, чем на секунду, когда человек лжет, он надолго закрывает глаза. Далее мы видим, как у космонавта Александра Лазуткина начинает дергаться и дрожать рот. А в свою очередь подергивание и дрожание рта является сигналом тревоги и предупреждением о повышенной нервозности. Далее Лазуткин отпускает глаза и дотрагивается до кончика носа, до этого длинного лживого буратинского носика. Жест, взгляд направленный вниз, смотрит себе под нос, взгляд из-под лобья. Это отрицание, недовольство. Касание же, или потирание носа, свидетельствует о том, что человеку надоело, он не хочет ни видеть, ни слышать. Помимо этого, как написано в книге «Язык жестов» Оксаны Сергеевой, «Прикосновение к своему носу», этот жест объясняется следующим образом. У лжеца появляются чекотливые позывы на нервных окончаниях носа, и его очень хочется почесать. Неспроста у буратина в момент, когда он врал, нос становился все длиннее. Обычно людям, которые много врут, так и говорят. Врет, как буратино. Это все из той же оперы. А от своей бабушки, которой посвящается эта книга, я узнал, что самые простые действия могут иметь огромное значение. Улыбка, наклон головы, нежное прикосновение в нужный момент могут облегчить душу и даже исцелить рану. Марвин Карлинс, Джона Варра. Я вижу, о чем вы думаете. Как оно называется? Плоскоземельщики. Плоскоземельщики, да. Наверняка же сталкивались с вопросами. Подходили же, спрашивались. Да, конечно, это здесь сначала меня удивляло это, а потом... Мягко говоря, удивляло. А после же неожиданного вопроса, ведущего про плоскую землю, Александр Лазуткин начинает активно смотреть вправо. Более того, он даже дополнительно поворачивает свою голову вправо, делая тем самым дополнительный акцент. Когда человек выдумывает ситуацию, то он смотрит вправо и вверх. Когда человек лжет о том, что слышал, он смотрит четко вправо. Взгляд в правый нижний угол говорит о том, что человек лжет о своих ощущениях или обаянии. Поэтому все, что будет говорить космонавт Александр Лазуткин далее, это будет ложь, попытка выкрутиться из неудобной ситуации. Тут, думаю, все предельно понятно. Я оставлю ссылку на это замечательное интервью в закрепе, а также на все источники по невербалике, которыми я пользовался при анализе. Ах да, и еще. Космический клоун со звездой Героя России Александр Лазуткин также постоянно называют Землю непременно круглой. Но мы знаем, что она круглая. Я говорю, слушайте, а когда вы идете по Земле, вы чувствуете, что она круглая? Александр Лазуткин, перед тем, как выдавить из себя эти слова «круглая Земля», он делает очень большую паузу. Идете по Земле, вы чувствуете, что она круглая? Круглая. А в момент, когда он наконец-таки уже начинает произносить эти слова «круглая Земля», то он выпящивает глаза, что выдает в нем страх. Он так и не решается назвать Землю шарообразной или сферической. Он ее называет «круглой». А также в очередной раз мы наблюдаем, как у Александра Лазуткина поддрагивают губы. При страхе, ужасе, испуге мы видим четыре зоны белка. Две в уголках глаз и две между радужной оболочкой и верхним и нижним веком. Я говорю, а у вас есть основания не верить своим чувствам? И я хотел дальше продолжить, что в принципе, говорю, в наших ощущениях Земля плоская. То есть мы, да, в ощущениях, но мы знаем, что она круглая. А тут же Александр Лазуткин, пытаясь выкрутиться, называет Землю плоской. В наших ощущениях Земля плоская, говорит он. Но тут же, понимая, что он сказал ту самую правду, но правду, которую он не имеет права говорить, то он начинает заикаться, запинаться, что говорит о сильном его волнении. В итоге он так и не назвал Землю шарообразной или сферической. Вот такой, говорит, круглый, смотря при этом зашуганно на глобус. Как они там убедились, доказали себе, что Земля такая. Да, это действительно впечатляет. Вот. Поэтому это более мне интересно. Ну а тут Александр Лазуткин в очередной раз проговаривается. Вам будет неинтересно. Вам обязательно нужно, чтобы это пламя бегало по станции, по ней бегали, летали космонавты и уворачивались от этих языков пламени, и кричали там. По ней бегали, летали космонавты и уворачивались от этих. Да, да. Именно так, Александр. Бегали. Бегали космонавты по станции. Бегали на телестудии на нашей плоской Земле. Ну а то, что Земля круглая, так это уже давно избитая подмена понятий, которой постоянно пользуются все космонавты. Я сказал слова, о которых даже я и не помню, но их записали. А Земля-то ведь круглая. Земля плоская? Круглая. Как сыр. Наверное, у всех из вас, кто там побывал, спрашивают, какая она Земля. Во-первых, круглая. Во-вторых, удивительно красивая. Александр Мисуркин, космонавт-испытатель Роскосмоса. Земля круглая. Это первое, о чем я подумал. Первый взгляд в иллюминатор, изогнутый горизонт и такая внутренняя улыбка. А все-таки она круглая. 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 Вы точно не в загоре никаком? Нет? Какие-нибудь рептилоиды вам там нет? Да, да, да. Нет? Но мы знаем, что она круглая. 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 Говоря, что Земля именно непременно круглая, они как бы не врут, как бы не портят себе карму, но совесть-то при этом все равно их мучает. Совесть-то отменить никак нельзя. И обмануть совесть тоже нельзя, так как круг – это часть плоскости, согласно определению из геометрии, логики и здравому смыслу. Например, Земля, изображенная на флаге ООН, это не шарообразная и не сферическая Земля. Но там изображена круглая Земля. Круглая Земля на плоскости. И никак иначе. Ну, потому что логика. А если быть более точным, то первый закон логики – закон тождества. Иметь не одно значение – значит не иметь ни одного значения. Если же у слов нет значений, тогда утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой. Ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Аристотель. Метафизика. Эту подмену понятий капитально оформили еще в советское время. Посредством в том числе и советского кинематографа. Например, «Звенит январская вьюга». Знаменитая песня из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Там есть такие строки «Планета вертится, круглая, круглая, летит планета вдаль, сквозь суматоху дней». Вот так постепенно и зомбировали. Сменялось одно поколение за другим. И постепенно люди просто привыкли говорить «круглая Земля», но при этом подразумевать некое шарообразное тело, что противоречит определению по геометрии, логике и здравому смыслу. Видимо, и поэтому отменили предмет логика. Логика этому зомбированному в край обществу не нужна. Вы думаете, просто так этот фильм крутили каждый год, по много раз на всех телеканалах? Да и до сих пор его крутят. Для закрепления, так сказать. Для закрепления. Если говорить о том, что есть люди, которые верят, что Земля плоская, мне тяжело рассуждать, откуда берутся эти люди. Могу им только сказать, что за 4 полета, то есть примерно за 2 года жизни и работы в космосе, я влетел Землю более 11 тысяч раз. Поэтому могу твердо сказать, что Земля наша круглая. Антоша Шкаплеров, у тебя и у твоих космических напарников, у вас что, у всех отклонение какое-то в развитии? Круглая. 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 Ты понимаешь, что круглая Земля – это плоскость. Земля на флаге ООН – это круглая Земля. Антон слабо говорит шарообразная или сферическая Земля. Тебе и твоим лживым напарникам это сложно тогда? Вы же впариваете шар. Так и называйте его шаром, сферой или эллипсоидом вращения. Название же масса. Но не круглой же. Говоря круглая Земля, вы называете Землю плоской. Потому что круг – это часть плоскости, ограниченная окружностью. Антоша, тебе лживому клоуну со звездой Героя России. Тебе слабо называть вещи своими именами. Ну и по поводу этого высера. Тут даже особо и разбирать-то нечего. И так все понятно. Антоша потек на подливе, как девочка-старшеклассница. Взгляд четко вправо, когда человек лжет о том, что слышал. То он смотрит четко вправо. Взгляд же вправо и вверх – это уже когда человек выдумывает ситуацию. То он смотрит вправо и вверх. Если говорить о том, что есть люди, которые верят, что Земля плоская, мне тяжело... Конечно, тебе сложно. Потому что ты лжец. Ну, дальше я даже разбирать не буду. Не хочу даже время тратить на это живое омерзение. Тут даже и ребенку понятно, что это очковтиратель. Да и кстати, космические клоуны. Зачем вы постоянно вспоминаете-то плоскую Землю? У вас что, так сильно жопа горит? Но давайте вернемся к нашему Александру. Если подытожить это интервью, то мы видим, как сильно мыщет совесть Александра Лазуткина. Можно ему пожелать только одного – раскаяния. Искреннего раскаяния. Другой пример. И он диаметрально противоположный. Как раз про то самое раскаяние. Мирослав Гермашевский. Советский космонавт. В своем интервью, отвечая, кстати, тоже на последний вопрос. И, кстати, возможно, Андрей Зайкин подсмотрел этот трюк именно с этого интервью. И таким же образом решил задать свой вопрос ближе к концу интервью. Так вот, Мирослав Гермашевский утвердительно заявил, что Земля плоская. Он в этом признался. Земля и правда сверечная из космоса? Земля плоская, как многие сейчас предполагают. Я не ожидал этого вопроса. Земля плоская. Есть плоская. Есть плоская. Есть плоская. Так как ожидал. Не сподзираю себя, что правда, этого вопроса. Но зафернил Пан, что есть плоская. Что есть плоская. Что есть плоская. Поэтому, когда кто-то из людей, кто верит в шарообразную Землю и верит космонавтам на слово, мне напишет, то я обычно таких людей отправляю как раз к этому интервью. Если вы верите космонавтам, то вот вам. Да, Мирославу Гермашевскому стыдно. Сначала он опускает глаза. Ему действительно стыдно за то, что он столько лет лгал людям. Но груз, который спадает с его плеч, окрыляет его. Он поднимает взгляд. И это очень важно. Начинает смотреть прямо в глаза. И при этом улыбаясь. Искренне улыбаясь. Он выглядит как победитель. Он весь искрит и сияет. Он мечтал об этом долгие годы. И оттого он чувствует себя свободным. Больше тут и ничего разбирать. Тут нет невербальных признаков, которые бы свидетельствовали о его лукавстве и лжи. Мирослав в крайней степени искренен. Спасибо тебе за твой свет. Ты в лучшем мире, брат. А также хочу заметить, что Мирослав Гермашевский делает дополнение. Он дополняет свои слова. Говоря, что да, Земля плоская, как многие сейчас предполагают. Вы действительно были там. Земля и правда сверечная из космоса? Земля плоская, как многие сейчас предполагают. Я не ожидал этого вопроса. Земля плоская. Мы проводили интервью с генералом Мирославом Ермозевским, первым и последним поляком в космосе. Спасибо за интервью. Мое почтение. То есть он прекрасно понял вопрос. И он прекрасно осведомлен, какие диспуты происходят в интернетах по теме формы Земли. Что называется, почувствуйте разницу. Одна и та же ситуация, интервью, последний вопрос. Поэтому да, у космонавтов есть совесть. И она их мучает каждый исущий день. Когда космические клоуны со звездами Героев России просыпаются, они понимают, они осознают, что они лжецы. Их, конечно, быть может и успокаивают специальные психологи. С ними могут вести беседы. Быть может говорят им, что надо потерпеть. Что они якобы выполняют какую-то важную миссию. И об этом говорить нельзя. Но они же не идиоты. Наедине с самими собой они все прекрасно понимают. Они понимают, что они являются самыми обыкновенными лжецами. И по совместительству козлами отпущения. Которыми их сделали черти. Которые пытаются управлять нашим миром. Невозможно быть немножко беременным. Невозможно ложь назвать истиной. Шар назвать круглым. Это уже подмена понятий. Владимир Маяковский написал прекрасное произведение. Что такое хорошо, а что такое плохо. Невозможно быть лживым космическим клоуном, но одновременно с этим иметь чистую совесть. Между этими понятиями невозможно поставить знак равенства. И лица космонавтов тому яркое доказательство. Поэтому да, у них есть совесть. И она их мучает. Александру Лазуткину уже 65 лет. Большую часть своей земной жизни он уже, думаю, прожил. Но я искренне желаю ему силы и здоровья. И чтобы он отпустил этот свой груз. И совсем не важно, подписывал ли он какие-либо бумаги о неразглашении. Этими бумагами можно себя жопу потереть. Ведь душа человека вечна. А бумага все стерпит. В том числе и даже жопу космонавта. Александр Иванович, подумайте лучше о своей душе. Как это разумно сделал Мирослав Гермашевский? Я понимаю, возможно, Мирославу Гермашевскому было легче сделать это признание. Так как он был советским космонавтом. СССР развалился. А вместе с ним и все обязательства. Все подписки о неразглашении. Которые мог давать Гермашевский. А последние годы он жил у себя на родине в Польше. Он никак не был связан с Роскосмосом и вообще космонавтикой. Он просто тихо, мирно доживал свои дни. И вот однажды, а если быть точнее, 11 ноября 2018 года, его спросили, какой формы наша Земля. И он сказал правду. Тем самым очистив свою совесть. Ему терять было абсолютно ничего. А совсем недавно, 12 декабря 2022 года, в Варшаве, после операционных осложнений, он умер. Был похоронен с государственными почестями на воинском кладбище в Повонсках. Ему было полных 81 год. Но он не унес этот камень в могилу. Я желаю это же Александру Лазуткину. Которому я напомню 65 лет. Тик-так. Время тикает, Александр. И мы, Александр, не от обезьян произошли. Не было никакой эволюции. Не было никакого большого взрыва. Нету никакого того космоса, о котором вы лгали и продолжаете лгать и поныне. И Земля наша не шарообразная. И не мне вам об этом рассказывать. Так и придется отвечать за свои поступки. Или вы думаете, после смерти ничего не будет? Так вы же сами своими глазами наверняка видели нашу плоскую круглую землю. Созданную Всевышним. Нашу плоскую круглую землю. Еще раз. Совсем не мне вам об этом рассказывать. Вы об этом знаете, думаю, лучше меня. Большую жизнь вы, Александр, уже прожили. Да, вам сложнее, чем Гермашевскому. Вы таки полностью зависимы от этой системы. Связаны и перевязаны с Роскосмосом. Этой псевдогосударственной помойкой. Но, тем не менее, подумайте о своей душе. О своей вечной душе. И то, что будет после вашей физической смерти на этой Земле. На нашей плоской круглой Земле. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok